В Беларуси растет заболеваемость корью, в поликлиниках перебои с поставками вакцины. В России задержали белорусы и обвиняют его в подрывы железнодорожных составов в Бурятии. Российские СМИ сообщают о смерти бывшего украинского депутата, российского пропагандиста Илья Кивы, а белорусские идеологи озаботились популярностью российского сериала «Слово пацана». Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что студент рассказал, как в Брестском университете силовики искали экстремистов. Артем был одним из тех, кого обыскивали 1 декабря в общежитии Брестского госуниверситета. По словам парня, силовики врывались в комнаты, требовали телефоны и переворачивали все вверх дном. У Артема ничего не нашли, однако четырех ребят все же забрали в ИВС. Они до сих пор, насколько я знаю, там находятся. Но для тех, кто пропустил это событие, я напомню, что некоторые студенты вуза общались между собой в чате, который был создан как альтернатива официальным. Там они иногда обсуждали войну в Украине, называя Россию агрессором. Парень подчеркивает, что никаких нацистских, как заявляли ранее силовики, изображений в чате не было. Такая картинка появилась только в день хапуна. Год назад такие чаты насчитывали максимум по 15-20 человек, а сегодня в них даже тысячи участников. С этим, на мой взгляд, можно связывать интерес к нам со стороны силовиков и их свирепую активность, считает студент. Совет Федерации России ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах. Соглашение об учебно-боевых центрах было подписано еще в марте 2023 года. Оно предполагает создание центров для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил сторон, практической отработки задач боевого дежурства, а также повышения уровня слаженности и боевой выучки. Как итог, Беларусь уже завершила ратификацию указанных документов. Российские средства массовой информации сообщают о смерти бывшего украинского депутата, российского пропагандиста Илья Кивы. Тело активного сторонника российской агрессии якобы нашли в Подмосковье. Украинские СМИ сообщают, что Кива был ликвидирован в результате операции СБУ. Он был убит из огнестрельного оружия, а тело Кивы с признаками насильственной смерти нашли в парковой зоне одного из отелей. Для тех, кто не в курсе, Кива был депутатом Верховной Рады нынешнего созыва. После начала полномасштабной войны он стал активным путинским пропагандистом, и его лишили мандата. Недавно украинский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы заочно за госизмену. Последнее время Кива жил в России и был частым гостем на российском ГОСТВ. Его также часто цитировали и лукашенковские СМИ. В Беларуси растет заболеваемость корио. В поликлиниках перебои с поставками вакцины. По данным Министерства здравоохранения Беларуси, только с ноября корио заболели 90 человек. На детей приходится 48% случаев заражения. В зоне риска непривитые. На них приходится 74% случаев заболеваний. Читатели онлайнера сообщили, что перебои с поставками нужной вакцины есть как в государственных, так и в частных медцентрах. Приведу цитату. «Понимая всю серьезность заболевания, я хотела срочно привить младшую. В поликлинике по месту прописки нас поставили в очередь и сообщили, что перебои в поставке вакцины длились больше полугода. Поэтому детей в списке довольно много. Привезенных в ноябре доз попросту не хватит, поэтому сделать прививку сейчас возможности нет», — рассказала Белоруска. Напомню, что в этом году корио зафиксировали в Беларуси впервые с 2021 года, а первые пациенты завезли болезнь из Москвы и других городов России. В России задержали белорусы и обвиняют его в подрыве железнодорожных составов в Бурятии. Речь идет о подрыве железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября. Российское ФСБ пишет, что задержанный Беларусь действовал в интересах украинских спецслужб и получал указания от другого белоруса, который живет в Литве. Взрывные устройства белорус якобы забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов. Ну и напоследок, белорусские идеологи озаботились популярностью российского сериала «Слово пацана». Секретарь БРСМ Лукьянов посвятил этой теме целое видеообращение, где призвал молодых белорусов не уподобляться чуждым образом криминальных авторитетов. БРСМ считает, что сериал романтизирует арестантский уклад преступной группировки, а также дворовые банды. А вот тем, кому хочется проявить себя, Лукьянов посоветовал оказать содействие МВД и МЧС, присоединиться к всебелорусской молодежной стройке или съездить в Брестскую крепость. Нам бы хотелось сегодня обратиться к молодежи. Мы находимся в Брестской крепости, в святом месте, в казарбинном расположении 131-го артполка, которые когда-то видели героический подвиг наших дедов и прадедов. И сейчас вот эти ребята, молодежь за мной, которые много-много, сотни, тысячи ребят других, приезжают сюда потрудиться. Мы призываем всех быть бдительными, ни в коем случае не вестись на романтизацию каких-то бандитских историй. Но я напомню, что пару недель назад появилась новость о том, что компания семиклассников избила шестиклассника якобы из-за влияния сериала «Слово пацана». Впоследствии пропагандисты сказали, что связи с нашумевшим сериалом все же не было. Ну что ж, а на этом наши новости подходят к концу. Ну а более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в Телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живее Беларусь!